И сейчас снова Украина. Там кроме блокады Донбасса еще одна тема. Организаторы Майдана изначально планировали силовой захват власти. Это признал один из них. Тот, кто развязал охоту на Виктора Януковича и потом начал войну в Донбассе. Из Киева репортаж Алены Германовой. Откровение Александра Турчинова на одном из украинских сайтов публиковали частями в течение недели. Так много хотелось рассказать нынешнему секретарю Совета Национальной Обороны и Безопасности Украины. Спустя три года после так называемой революции достоинства он по сути признался, что это была не революция, а вооруженный захват власти. И сам Турчинов один из главных его участников. Маски сняты. В феврале 2014-го на тогда еще президента Виктора Януковича действительно объявили охоту. Объявили практически сразу после того, как он подписал соглашение с оппозицией. Но ни Турчинов, ни другие лидеры оппозиции его выполнять и не собирались. Им нужна была отставка президента, а для этого не хватало согласия самого Януковича. В прямом эфире Янукович жаловался, что я хотел его уничтожить, захватив его вертолет. Правда заключалась в том, что я действительно пытался его поймать и привезти в Киев. Дело в том, что возник юридический казус. Нашим законодательствам не предусмотрено, что президент может убежать. Согласно Конституции он может умереть, может заболеть, сойти с ума, и его могут признать недееспособным. Может сам подать в отставку. Но понятия «беглый президент» в Конституции нет. Поэтому мне было важно поймать и доставить в Киев Януковича. Я бы нашел аргументы, чтобы убедить его написать заявление о добровольной отставке. И затем отправил бы в Лукьяновское СИЗО, где он бы ожидал справедливого приговора суда за свои преступления. Когда журналисты Пятого канала, принадлежащего нынешнему украинскому президенту Петру Порошенко, появились у ворот резиденции Януковича в Межигорье, сам он был уже в Харькове. Поймать и силой привезти на поиски главы государства Турчинов лично отправил в вооруженную группу людей. Была еще одна серьезная опасность. Он мог сесть в любом восточном регионе страны и заявить о переносе туда своей администрации. Я смог заблокировать его вылет за пределы страны и заставил посадить вертолет. Он с охраной пересел на машины и отправился в Крым. Мы и там пытались его перехватить. Для этого я самолетом отправил в Крым Авакова и Наливайченко с небольшой группой добровольцев из спецназа. Но они не смогли его выковырить оттуда. Отсутствие согласия Януковича, впрочем, не помешало организаторам трехмесячного стояния на Майдане пойти на нарушение Конституции. Верховная Рада выпустила постановление, которым просто отстранила президента от власти и назначила на его место исполняющего обязанности Александра Турчинова. Того самого, который меньше чем через два месяца после переворота, своим постановлением о начале так называемой антитеррористической операции, фактически объявит гражданскую войну в стране и направит пушки в сторону Донбасса, который тогда, в феврале 2014-го, вслед за Януковичем, отказался признавать легитимность власти Евромайдана. Я ничего подписывать не буду с бандитами, которые сегодня терроризируют всю страну, украинский народ. Все, что сегодня происходит, в большей степени, в большей степени, это, конечно, и вандализм, и бандитизм, и государственный переворот. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Слова Януковича об угрозах и государственном перевороте в Европе и США тогда проигнорировали. На нелегитимность нынешней украинской власти закрыли глаза. И это, видимо, и придает уверенность ее представителям, которые с нахальной откровенностью рассказывают о том, как совершили этот вооруженный переворот три года назад. Алена Германова, Мария Михневич, Первый канал, Украина.